Бензокоса Бензокоса незаменимый помощник на загородном участке Этот инструмент маневренный, удобный и высокопроизводительный Главное правильно ее выбрать и не совершить ошибки при ее покупке Добрый день, меня зовут Денис И сегодня мы рассмотрим с вами 5 типичных ошибок, которые совершает покупатель при выборе бензокосы Первая ошибка, которую совершает покупатель, выбирая бензокосу То, что он собирается приобрести косу слишком большой мощности Некоторые покупатели специально хотят выбрать косу мощностью от 2 до 4 лошадиных сил Но в бытовых условиях мощность такой бензокосы, она чрезмерна Такие косы прежде всего выбирают профессионалы коммунальных служб От себя я хочу сказать, что хорошо изготовленный качественный двигатель Мощностью от 1 до 1,5 лошадиных сил может вполне справляться с высокой травой При этом работать как леской, так и диском Лучше выбрать мотокосу с меньшим объемом двигателя, но с более высокими оборотами Ко второй ошибке, которую допускает покупатель при покупке бензокосы Это то, что он не обращает внимания на ее вес И если даже поначалу вам кажется, что вы справитесь с тяжелой бензокосой То поработав этой бензокосой около часа, вам уже захочется сменить ее на более легкую и с меньшей вибрацией Третья ошибка при выборе бензокосы является то, что покупатель, приобретая бензокосу, считает, что при помощи ее он сможет сразу привести свой газон в надлежащий вид Но при помощи бензокосы сделать идеально ровный газон невозможно Бензокоса прежде всего предназначена для разнотравия, для жесткой травы и для работы в труднодоступных местах А для ровного покоса травы, именно газона, я бы рекомендовал использовать газонокосилку Она справится с этой задачей гораздо лучше Поэтому, если в вашей цели стоит идеальный газон, то одной бензокосы будет недостаточно И вам будет необходимо в дальнейшем все равно приобрести газонокосилку Бензиновую или электрическую, на ваше усмотрение Четвертая ошибка, которую допускает покупатель при покупке бензокосы Это выбор неудачной штанги или рукоятки Что я имею в виду? Штанги бывают прямые или гнутые, разборные или неразборные Вот это разборная штанга, удобная для перевозки и транспортировки Рукоятки на бензокосах бывают или велосипедного типа, или в форме бублика Но здесь все индивидуально Поэтому при покупке вам необходимо самому взять косу и подержать в руках Для того, чтобы понять, подходит ли вам эта форма штанги или рукоятки И пятая заключительная ошибка, которую совершает покупатель, приобретая бензокосу Заключается в том, что приобретаются косы неизвестных китайских производителей И даже если вам кажется, что поначалу бензокоса работает хорошо То в дальнейшем все сводится к банальной поломке и поиску запасных частей Поэтому лучше сразу приобрести более дорогое и качественное изделие От которого вы будете получать удовольствие от работы и иметь хорошую сервисную поддержку Вот такие типичные ошибки совершают люди при покупке бензокоса Выбирайте технику правильную И тогда владение ею будет приносить вам только положительные эмоции С вами был Денис, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки Ссылки на технику вы видите в описании До скорой встречи, пока!